Что мы делаем со своими студентами в течение пяти лет. Значит, какая основная проблема? Была задача написать у студентов эссе, порядка, чтобы они все его списывали, копировали из интернет и так далее. Мы попробовали несколько подходов. То есть, мы вначале устроили у себя веб-сторч, то есть, чтобы студенты копировали в одно место и не могли скопировать. Первое решение было сделать собственную веб-сервер, чтобы студенты не могли копировать себя из одного и того же места. То есть, они добавляют туда свои статьи, и эти статьи лежали там как-то с года. Проблема была в том, что эти статьи уже нельзя так улучшать, и мы должны сами поддерживать эту веб-сервер. Что мы сделали дальше? Мы изменили подход. Мы сказали, что теперь у нас немного статьи лежит в одном месте, а мы теперь собираем какую-то маленькую энциклопедию, маленькую эхипедию в разных курсах. Теперь мы отдельные статьи уже улучшаем, и каждый год качество этой нашей энциклопедии повышается. Проблема в том, что если мы такой подход распространяем на низких учебных учреждений, которые разбирают одну и ту же тему, они начинают копировать между собой. Ну и, опять же, мы очень хочется, чтобы ордикопировали, и не очень хочется тратить время на поддержку этого ресурса. Поэтому большая важная вещь – это использовать веб-сервер. Веб-сервер. Ну, дальше рассказывают, это вообще был догмат Кишинир в этом году. Рассказывают, почему Википедия – это хороша, какие есть правила. В чем состоит задача? Студент выбирает тему, сам ищет источники, консультируется с преподавателем, потом допустим эти источники лица. То есть, вот где начинается взаимодействие с преподавателем. Преподаватель уже не говорит, откуда выбрать материал. Преподаватель говорит, какие критерии должны быть в этих источниках. Заставляет студента эти секреты искать. То есть, вот как раз этот способ изменения принципов. То есть, раньше как-то в списке, как не долго это не теряло. Вот три книжки, а сейчас не дичь и самостоятельно. Список тем. Ну, те люди, наверное, догадываются. Их можно найти. Результат. То есть, сколько студентов вы реально использовали. Этот подход. Так, что это? У вас какой стилительный кризис? По-моему, 120 процентов. А, это помню. Нет. Значит, красное это количество студентов всего. Синее, это сколько вы были. А желтое, это как раз 30 процентов. Какой стилительный кризис? И, о результатах. Соответственно, вот сколько людей выбрали. Из них 80 процентов, они реально получили новую статью. То есть, эти статьи неудаленные. Они до сих пор в том, как веке есть. И они, грубо говоря, улучшаются. При этом, три статьи у нас стали хорошими. То есть, импрессурует статус хорошей статьи. И одна статья стала избранной. Штутка избранной статьи. 85 глобально статьи. И 64 ссылки на публикованные ссылки. То есть, больше, чем какой-нибудь средний обзор. Это статья «Послание Роджер Бек». А название, как же это? Это статья «Послание Роджер Бек». То есть, у него длинное латинское название. Было длинное русское название «Послание Роджер Бек», «От могущественной руки и ничтожественной магии», потом его сократили. И вот, то есть, сеть «Послание Роджер Бек», «Сейфвейстер», 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 «Сейфвейстер» и «Валерия». Это освещено как раз шифроват. И, кроме этого, еще ввести статьи, которые не были предвидены хорошими, все еще развиваются. Может, просто, Желудыч, тематика статьи, как преподаватель создавалась, или вот только кто-то уговорил, не выделил? Тематика – это все освещено значительно информации. Вот, понятно, это техническая тематика. Во-вторых, количество строчек дали тематики значительно. То есть, большую часть можно в интернете нанести. Понятная тема она отличается от какой-нибудь истории или литературы. Ну, как преподаватель, хочу заметить, что отличие современного образования в том, что увеличилось количество информации, и что надо делать, так это надо обучать студентов эту информацию искать. То, что у нас появились социальные сети, это стало хорошо потому, что мы стали быстрее выносить информацию после нее. То есть, если вы не отменяете сигналы, я пришла только в ВКонтакте и спортусь вывешиванием объявлений на камере. А с другой стороны преподаватель уже должен выступать как образец. То есть, социальная сеть – это точно такое же средство обмена информации, в том числе предприятия вашего желания. И преподаватель должен становиться образцом поведения и образцового образования, в том числе в этой социальной среде вне контекста группы. Вот в чем отличие. В таких случаях бренд подписался выбор каждого слова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.